АЛЬЯНС Здравствуйте! В эфире программы День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» подготовили новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. 8 камазов мусора. Один из жителей города настолько захламил свою квартиру, что это мешает жить его соседям. Скорая помощь в аварии. За два дня произошло сразу две аварии с участием скорых. 10 миллионов рублей. Именно на эту сумму пострадали рязанцы от действий мошенников. С заботой об инклюзивных людях в Рязани открылась база учебно-тренировочных квартир. Жильцы одного из домов, расположенного в поселке Ворошиловка, годами борются с соседом, который захламляет свою квартиру. В данный момент людям удалось добиться принудительного выселения гражданина. Однако он продолжает приносить мусор в муниципальную квартиру. Подробнее с места событий. Тараканы и очень неприятный запах – это то, с чем можно столкнуться уже в подъезде дома номер 2, корпус 2 на улице Старореченской. Как говорят местные жители, их сосед из 42-й квартиры на протяжении нескольких лет приносят мусор к себе домой. Тут можно встретить самые различные предметы – от скопления микроволновок, остатков еды до детских и женских вещей и шляпы для пчеловода. В этом году соседям удалось добиться вывоза мусора из этой квартиры с помощью родственников проблемного соседа. Просто попросили сына вывезти 8 КАМАЗов в марте месяце. Вот. Ну вот и сейчас опять там уже 8 КАМАЗов. Все несет с помойки, все тащит. Отсюда тараканы и вонищи. Мы живем как на свалке. Недавно через суд жильцам удалось добиться выселения Александра Дорофеева из квартиры, которая, по словам жильцов, была выдана ему когда-то заводом. Теперь это муниципальная собственность. Сам Дорофеев получил другое жилье, однако он продолжает приносить мусор в квартиру, на которой уже больше года нет замка. Ключей от подъезда у гражданина также нет. Как он проникает в подъезд, никому неизвестно. Он приходил несколько дней назад, звонил в домофон, просил открыть, но я ему не открыла. Также приходили судебные приставы, листочек ему оставляли. Мы ему передавали листочек, то есть не конкретно ему, а в дверь ему положили. Не знаю, видел он его или нет, но суть была в листочке написана, что об его выселении. Жильцы хотят только одного – избавиться от Александра Дорофеева. Они говорят, что он ведет аморальный образ жизни. А все тараканы и запах проникают к ним в квартиры. Он навсегда бродяжничал. Уже в течение трех лет, как жена погибла, он вообще весь спился, не работает. Еще плюс животных водит. Он собачек, кошечек приведет, бросит их, закроет их и уходит. Они спулят. Ни одна из инстанций пока не приняла меры по пресечению проникновения Дорофеева в его бывшую квартиру. Сами жильцы уже не знают, куда обращаться. Я бы посоветовала соседям обратиться в администрацию города, поскольку эта квартира является муниципальной. И здесь необходимо, конечно, поменять ключи, перекрыть доступ бывшего квартиросъемщика в такую квартиру и дальше уже как-то расчищать вот эту территорию. По сути, Дорофеев в настоящее время нарушает закон, посещая эту квартиру. Жильцы могут в следующий его визит вызвать полицию для того, чтобы зафиксировать этот факт. Здесь будет уголовная статья, уголовное наказание можно поднести, поскольку он совершает преступление. Это проникновение, незаконное проникновение в жилище, поскольку есть судебное решение, по которому он уже не проживает в данной квартире. Однако застать бывшего соседа людям непросто. Они говорят, что свои проникновения в квартиру Дорофеев в основном осуществляет ночью. Стоит сказать, что существуют более кардинальные меры для того, чтобы люди оградили себя от бывшего соседа. Психиатры характеризуют такое накопительство, как у Дорофеева, как одно из видов психических расстройств. Такое патологическое, несистематизированное собирательство, в основном неиспользуемых вещей, называется хординг. Если у вас появились тараканы, запахи и так далее, Роспотребнадзор. Если вы боитесь, что возникнет пожар или еще что-то, что не так редко встречается даже в нашей Рязани, это МЧС. Если человек нарушает каким-то образом и ведет себя уже не совсем адекватно, ругается и так далее, для этого у нас есть полиция. На основании вот этих, скажем, исследований жильцы могут составить коллективное письмо уже в официальную психиатрию, которая даст этому ход, потому что мы не можем никого без оснований на то поместить в психиатрическую больницу. То есть у нас тоже есть определенные законы, которых мы придерживаемся. Теперь многие люди жалеют, что купили квартиру в этом доме. Однако сдаваться соседи не собираются и готовы принять все меры для восстановления чистоты в своем подъезде. Они надеются, что 42-ю квартиру приведут в порядок и там появятся чистоплотные соседи. В данный момент они уже обратились в прокуратуру. В свою очередь нам сообщили, что вопрос взят на контроль управлением энергетики и ЖКХ. Доступ в квартиру будет закрыт, а управляющая компания обещала следить за целостностью замков. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Годом знакомства со своими обязанностями назвали экологи первые 12 месяцев мусорной реформы в Рязанской области. Появление регионального оператора, с одной стороны, сильно упростило работу коммунальным службам, с другой вызвало у граждан массу вопросов. На некоторые из них ответы ищут до сих пор. Год назад мусорная реформа в Рязани, как, наверное, и в большинстве регионов страны, стартовала с контейнерной войны. Тогда управляющие компании резко убрали свои мусорные баки и региональным операторам пришлось покупать новые. Сегодня с этим вроде как разобрались и управляющие компании топор войны закопали. Правда, в сельских поселениях по-прежнему с обустройством площадок беда. Впрочем, по-другому и быть не могло, говорят экологи. Понимание своих обязанностей ко всем только начинает приходить. Люди поняли, что нужно платить, потому что они платят сейчас не только за вывоз нынешних отходов, но и за тот накопленный вред, который уже лежит в природе и нужно не санкционерные салки вывозить. Бизнес, это региональный оператор понял свои обязанности и наконец-то определились с тем, что входит в состав ТКО, потому что очень много было споров по этому поводу. Власть, местные управляющие компании, ТСЖ, администрации города, министерства профильные, они обязаны обеспечивать контейнерные площадки в должном виде, привезти их, уже были тоже к 1 ноября этого года, и обеспечивать информированность населения. К утвержденному тарифу 95 рублей с человека рязанцы пустись неохотой, но начали привыкать. Хотя претензии по взиманию двойной оплаты у собственников нескольких квартир все еще в силе. Ну и, конечно, возмущены мелкие арендаторы крупных торговых центров. Их заставляют платить, по сути, за услугу, которой нет. Но регоператор на это невозмутимо листает законами. Уровень собираемости позволяет ему говорить на стримах о некоем развитии и строить масштабные планы. В декабре-январе мы закупили дополнительно 7 единиц спецавтотехники для вывоза крупногабаритных отходов. Это 3 блокировоза и 4 машины с гринферным захватом. Причем, ориентируясь на город Рязань, где очень много узких проездов, мы закупали технику малогабаритную, но большой производительность и вместимость. Это газон «Некс», «Хендай» и ряд других фирм. Сейчас хочу сказать, что на линию выходит ежедневно более 130 мусоровозов, которых вполне достаточно, чтобы обеспечить своевременный и полный вывоз СТО полном объеме. В Рязани региональный оператор действительно стартовал бодро. Заморозил тарифы до конца года и даже заявил о полной открытости и публичности, которая, кстати, может сыграть с ним злую шутку. Громкие заявления экологи внимательно отслеживают. Еще один момент – это отсутствие мотивации для физических и юридических лиц по раздельному сбору. Хотя региональный оператор обещал до конца года ввести 270 площадок с раздельными баками для раздельного сбора. Посмотрим еще два месяца, пока есть опасения, что это не случится. Раздельный сбор мусора – европейский опыт. В Рязани его еще предстоит нарабатывать. Вот такие контейнеры должны, по словам руководителя рекоператора, стоять повсеместно. Отдельно пластик, картон, стекло. Таким обещаниям люди по-прежнему верят. Пока. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Во вторник, примерно в 4 часа дня, на улице Интернациональный водитель сбил 17-летнюю девушку. Мужчина был в состоянии опьянения. Подробности в следующем сюжете. Очередная авария с участием пьяного водителя произошла в Рязани на улице Интернациональной. Мужчина сбил молодую девушку. 42-летний местный житель, управляя автомобилем «Молодых грантов», совершил наезд на 17-летнюю девушку-пешехода, приходившую в проезжую часть. Водитель, которого зовут Александр, заявил сотрудникам ГИБДД, что девушка сама виновата в происшествии. Женщина, приехавшая на место ЧП и представившаяся родственницей водителя, сказала, что он неоднократно хотел сесть пьяным за руль. Я на него сколько раз ругалась. Что, он не первый раз уже? Нет, я ключи отбираю обычно. А это я не успела. Не успели отобрать ключи, да? Конечно. Часто алкоголь, напитки что вы употребляете, Александр? Постоянно. Постоянно? Да. А за рулем катаетесь часто пьяно? Когда? Правила дорожного движения в принципе разбираетесь? В принципе, да. В результате данного ДТП девушка с травмами была доставлена в медицинское учреждение. У Александра же было обнаружено почти 1,7 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Анна Герцовская при содействии Госавтоинспекции Рязанской области. В Рязани случилось сразу две аварии с участием автомобилей скорой помощи. В обоих случаях произошло опрокидывание машин. С подробностями Валерий Седов. Резонансная авария минувшего дня. 2 ноября произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Авария случилась днем в 15 часов 55 минут на регулируемом перекрестке улиц Гагарина и Братиславская. Столкнулись Рено Логан и автомобиль скорой помощи Форд, который ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате дорожного транспортного происшествия 44-летний пассажир скорой медицинской помощи погиб на месте происшествия. Также в результате дорожного транспортного происшествия за медицинской помощью обращались пассажир автомобиля Форд скорой медицинской помощи и три пассажира автомобиля Рено Логан. В том числе один несовершеннолетний. Уже на следующий день, 3 ноября, произошла новая авария. Также на перекрестке, также с участием автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ, у которого были включены спецсигналы. Произошло ДТП в 10-м часу утра на улице Куйбышевское шоссе. Водитель выехал на перекрестке слишком далеко и избежать столкновения не удалось. Поворачиваю с водовой сюда, делаю ездить. Уезжаю уже на средние дороги. В ТУ вылетает скорая. В результате ДТП за медицинской помощью обращался пассажир УАЗа. По факту каждого происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Валерий Седов при содействии Госавтоинспекции Паризанской области. Сотрудники ОМВД России Паризанской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия, предприимчивые молодые люди в сети интернет обманывали рязанцев при покупке автозапчастей. Общий ущерб превысил 10 миллионов рублей. Подробнее Максим Васильев. Денежные средства. Куда должны были перечислять? На карту. Кто денежные средства с карты снимал? С начала и с конца 19-го. Денежные средства похищены. Куда расходовали? По карману. Таких вот карманных расходов у этих молодых людей накопилось аж на 10 с лишним миллионов рублей. Схема обмана покупателей была предельно проста. Открывали сайт по продаже автозапчастей и комплектующих. В основном торговали двигателями и коробками передач. Ну как торговали? Заявляли товар, потом просили предоплату примерно 30-50% стоимости. После получения денег исчезали, меняя сим-карты и аккаунты в сети. Затем пропадал и сам сайт. На его месте появлялся новый. Действуя от имени юридических лиц, злоумышленники привлекали клиентов низкой стоимостью товара. Предлагали большие скидки при внесении предоплаты. Когда граждане вносили предоплату, средства выводились на карты, оформенные на других лиц. Следствие полагает, что с октября 2018 года от действий злоумышленников пострадало более 5000 граждан, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, среди которых Краснодарский край, Ставрополье, Рязанское, Тульское, Липецкое области и другие. Часть третья 159 статьи Уголовного кодекса «Мошенничество в крупном размере» предусматривает помимо штрафа наказание до шести лет лишения свободы. Впрочем, эпизодов, скорее всего, будет больше. Следователи других регионов уже возбудили порядка 60 новых дел. Так что для этих ребят все еще только начинается. Максим Васильев, телеканал «Город». В Рязани создали учебно-тренировочную квартиру для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пока что ребят здесь не так много, но с ними проводится большая социальная работа. Какая, расскажет Валерий Седов. Алена Логутеева суетится на кухне, как настоящая хозяйка. Хлеб на столе девушка приготовила сама. Теперь нужно его разрезать, чтобы подать на стол. Движения быстрые и уверенные. Сперва они скажут, что у Алены есть ментальные нарушения. Ей 20 лет и у девушки инвалидность, как и у других жителей этой квартиры. Однако это не просто место жительства. Это настоящее учебное тренировочное место. Правительство Рязанской области для того, чтобы реализовать права ребят с инвалидностью, которые повзрослели, должны стать более самостоятельными. Для обучения навыкам самостоятельности, для более глубокой ориентации их в окружающем мире, для того, чтобы способствовать их социальной интеграции, выделила нашему учреждению три трехкомнатных квартиры. Рязань стала вторым городом в России, где подобный проект реализуется на деньги из областного бюджета. Первая квартира открылась совсем недавно. Сейчас ребята живут и учатся в ней. Четыре юноши и три девушки вместе со специалистами центра. Пока не постоянно, с 9 утра до 6 вечера. Каждый из них старше 18 лет. Денис Ким состоит в Центре социальной реабилитации с детства. Сначала ходил на обычные занятия, а теперь стал жителем учебно-тренировочной квартиры. И это поможет нам научиться жить самостоятельно и найти свое место в этом огромном мире. Обучение на учебно-тренировочной квартире проходит в несколько этапов. Первый длится 6 месяцев. Здесь ребята учатся жить в социуме, ходить в магазин или аптеку, покупать все необходимое, а также следовать своему графику. Кидаем кубики, считаем, то есть занимаемся математикой, занимаемся развитием логики, шахматы, читаем книги различные. На втором этапе – адаптивном. Ребята попробуют остаться в квартире на ночь. Сотрудники Центра социальной реабилитации назвали это туром выходного дня. А пока что они только обживаются, учатся взаимодействовать друг с другом. Первым делом на новой квартире ребята придумали свой список правил, которому беспрекословно следует – не врать, не сдаваться, прощать, если трудно и, самое главное, мечтать. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно о событиях региона вы можете узнать на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова